Всем привет, с вами Игорь. Сегодня речь пойдет о моем сверхэкономичном насосе для скважины. Но сначала хочу сказать, что самое первое, это у нас альтернативщиков, да и не только, я думаю, альтернативщиков, сейчас энергия дорожает, осенью свет будет дорожать, там оно все будет дорожать. То есть самое первое, это сократить энергопотребление, теплопотребление наших домов. То есть как можно меньше, чтобы наши электроприборы, дома нуждались в этой электроэнергии, в тепловой энергии, это утепление дома. Вот в этом плейлисте, на который я оставлю ссылку, под этим видео, на энергосбережение, я выкладываю видео по таким вот всяким, как можно уменьшить вот это энергопотребление, теплопотребление наших домов, электроприборов, утепление дома, там я всякие вот такие вот видео там выкладываю. Ну что я говорю, всегда и буду говорить, что это самое первое. Кто-то там может думать или говорить, что это что, как диаген будем жить, там от того отказались, от того отказались, ничего нету, потому что меньше энергии. Не, ничего подобного. Можно сократить энергопотребление, утеплиться хорошо, меньше потреблять в разы электроэнергии, без ущерба для своей комфортной жизни. То есть, так же самое жить комфортно, как и раньше, но потреблять при этом намного меньше энергии, и тепловой, и электрической, и любой вид энергии. Итак, насосы. Вот этот мой насосик, который я хотел показать в этом видео. Вот он сейчас работает, я его включил. Сейчас я вам покажу его заявленные характеристики, а потом мы пойдем посмотрим на ваттметр, сколько он реально берет. Вот видите, маркировка Лео 220, 50 Гц, давление, сколько он качает в минуту, но это неправда, он качает раза в два меньше. И вот здесь вот под заклепкой, видите, 0,11, это то есть 110 Ватт этот насос тянет, в заявленных характеристиках. Вот, ну, сейчас я покажу, как он качает. Ну, что, может кто-то подумать, раз он такой маленький, он плохо качает, вот, пожалуйста, вот этот сейчас краник перекроем, и седую побежит вода в ведро. Вот, пожалуйста, нормально он качает, вполне. Для дома, для дома лучше и не надо. Это не для полива, это насос именно для скважины домашней, для домашнего водообеспечения, там, в нужды домашней обеспечить в воде. Вот, пожалуйста, уже почти ведро накачал. У меня этот краник, он открытый, если я вот этот перекрою нижний, все равно вода седую бежать не будет, потому что у меня как бы подсос воды идет, потому что вода уходит вниз, не вверх. Ну, вот уже, видите, полное ведро воды. Перекрываем, то есть открываем. Видите, все, вода перестает бежать. Вот, вот этот краник, он даже, не нужно его закрывать. Видите, его можно открыть, можно закрыть. Ну, его лучше закрывать, тогда подсасывает, как бы вода уходит вниз, и она подсасывает системы, ну, в другую скважину она уходит. То есть насосу легче качать, у него больше производительность, больше, чем бежит с этой трубы. Так как перелив, как бы, такой получается. Вот к этому насосу инструкция. Она уже немного такая запачкалась. Насос вихревой. Вот эти всякие модели тут есть. Вот этот у меня вот такой. Есть еще такие, с такой надстройкой. Это для самовсасывающие, типа. Вот. Технические данные. Производительность. Модель, вот, самая меньшая, 0.11. Потом 0.37, 0.6, 0.37, 0.37, 0.6, 0.75. Напор, ну, этого самый меньший. Ну, и подача. Ну, подача тут, я мерял, нету тут 25 литров в минуту. Вот. Назначение, вихревые насосы, предназначение перекачки чистой воды, не агрессивных смесей. Ну, тут для полива, рошения, мытье под напором. Имеющий небольшой бак, расположенный над крыльчаткой. Является хорошим решением там, где необходим самовсасывающий насос с высоким напором и относительно небольшой производительностью. Там конструкция крыльчатки, максимальное рабочее давление в системе. Вот. Вот такой вот насосик. Ну, в принципе, обычный насос, центробежного типа. Есть еще вибрационные насосы, погружные. Но они не всем могут подходить. И они шумные, гудят. Вот этот вот насос, он, между прочим, очень довольно так тихо работает. Тут даже на камеру, вы видите, меня хорошо слышно. Я даже голос не повышаю. Он довольно тихо работает. Он у меня работает в системе теплового насоса, кто не видел. Вот сейчас можно посмотреть температуру. Идет со скважины 12 градусов, а уходит 11,9. Хотя, это как бы 12, ну, примерно 12 градусов. Какая она идет, такая и уходит. Хотя на зиму она будет 11 градусов. Она будет в зиме падать, и всю зиму у меня она держится 11 градусов. Вот. Вот такой насосик. Сейчас мы пойдем посмотрим к ваттметру, сколько он реально тянет энергии. Итак, вот мы возле ваттметра. Поставил я вот такой вот еще ваттметр заказал с Китая. А, С. Для переменки. И он у меня будет стоять специально для теплового насоса. То есть, я буду... Вот этот вот метр, он меряет энергию с солнечных панелей. А, сейчас 231 вольта, 500... 505 ватт. Но это бойлер у меня работает. А этот АС для переменки будет мерить энергию для теплового насоса. Потом я буду пересчитывать потребленную электроэнергию в то, что он перекачал. Ну, так, для интереса, кому интересно будет. Да и мне и самому интересно, сколько он, например, за месяц будет выкачивать энергии тепловой с земли. Вот. По этому счетчику это мы будем смотреть. Тут еще будет стоять третий счетчик на ветряк. То есть, для теплового насоса счетчик. Сколько он будет выкачивать энергии тепловой для ветряка и для солнечных панелей. Итак, смотрим. 236 вольт. О, потребление у него 133 ватта. Ну, это, конечно, немного выше, чем 110. Но и напряжение 237 вольт. Я думаю, что это из-за этого. Ну, наверное, напряжение там 220 должно быть. При напряжении 220 он тянул бы 110 ватт. А так как напряжение завышенное 236-237 вольт, он тянет 134 сейчас ватта, как вы видите. А на солнечных панелях у меня сейчас 230 вольт. О, так сказать, почти даже напряжение одинаковое. Это постоянка солнечных панелей сейчас идет 2 ампера. Вот, бойлер у меня работает сейчас от панелей 500, 509 ватт тянет 232 вольты. А тут 237. Это переменка сетевая. Вот такой вот у нас напряжение. Ну, вечером и утром немного падает, но до 220 там где-то. Ну, 220 я меньше даже и не видел, сколько смотрел. Вот, вот такой вот насосик, такое у него реальное потребление. Я считаю, это очень маленькое потребление и нормально он качает. Довольно надежный, тихо работает. О, еще хотел сказать по вот этим ваттметрам. Там у меня спрашивали. Вот эти ваттметры, они есть для переменки, для постоянки. И модели есть как те и те с блютусом и без блютуса. О, то те модели, что с блютусом, они имеют счетчик. Вот, сейчас я переключу. О, ваттметр, Н, вот, нижняя под напряжением строчка Н. В киловатт-часах идет измерение. То есть, вот до точки, видите, три цифры. Это тут может насчитать 999 киловатт-часов. Тогда аж надо обнуливать, потому что он встанет просто. И так же самый этот. Тоже, это у меня две модели, они с блютусом. Тоже, видите, в киловатт-часах идет измерение. В тех ваттметрах, что нет блютуса, там идет измерение в ватт-часах. Вот здесь вот не кв-час, а ватт-часы. О, и счетчик сам, он считать будет только до 99 киловатт-часов. То есть, 10 раз меньше. Ну, это как бы для нормальной электростанции на месяц, даже на месяц не хватит. Надо будет пересброс делать. Так что, вот такая информация по счетчикам. Ну, цена немножко, немножко, совсем немного больше на модели с блютусом. Хотя, я до сих пор так и не подключился к этому блютусу. Или у меня планшет старый, не знаю, что-то оно не видит его. Вот, ну, вот такой вот насосик. Собственно, видео не про счетчик, а про энергосберегающий насос. Все, если какие-то вопросы у кого-то есть, задавайте в комментариях, пишите. Все, всем пока, до следующих видео.